Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Игаш. Мы помним, что с предыдущей недельной главы и с нашей недельной главы мы видим, что братья не узнали Юсефа. И объясняет на это Рэбе, что они не узнали его не просто так, потому что для них было даже невозможно себе представить, что Юсеф станет тем, кем он стал, человека, которого они продали в рабство, да, после этого он сможет пройти всю эту школу жизни и стать вторым человеком. То есть это было просто нереально для них. Нереально даже если, несмотря на то, что пишется, что Юсеф был похож на Якова, даже если человек внешне похож на Якова, они были уверены, что человек, находящийся среди неевреев в стране Египет, которая была развратная страна, будучи обладать таким красивым лицом и будучи с такими возможностями, при этом остаться праведным человеком, Юсефа они точно бы в нем не признали. Но тем не менее Юсеф ведет себя как фараон, да, то есть это то, что Иуда говорит, что ты ведешь себя как фараон, то есть и когда он подступает к нему на подступе, когда он борется за Юсефа, мы видим вот этот момент. Но тем не менее хотелось бы спросить такой вопрос, а как вообще Юсеф смог выдержать то, что он выдержал? Представьте себе человека, да, которого ни за что обвиняют, да, обвиняют, его посылает отец, он посылает Яков посмотреть за своими братьями, и братья, видя его, принимают его за очень плохого человека, сначала пытаются его убить, но потом заменяет убийство киданием в яму, потом продают его, да, он попадает к Ишмаэлитам, и он понимает, что ни за что, за то, что он идет выполнять то, что отец от него просит, да, то есть только из-за этого он попадает в такую странную обстановку, да, после этого он попадает в рабство к Патиферу, да, и несмотря на то, что он попадает в рабство к Патиферу, мы видим там, что происходит с ним, то есть он там не теряется как человек, он остается там человеком, и несмотря на это, человек, у которого такая судьба, он должен быть сдаться, да, он должен быть пассивным, как правило, а некоторые вообще приходят в депрессию, могут покончить жизнь самоубийством. При этом Юсеф все время не осознавал, что Всевышний с ним, да, то есть и Всевышний с ним, и это осознавал Исеф, и всех, кто окружал Исефа, осознавали, что Всевышний с ним, и в этот момент становится очень непонятно, мы видим дальше, что происходит с этим мальчиком. Мальчик 17 лет, на него зарится жена его хозяина, да, который дает ему возможность быть всем, кем он хочет, но тем не менее он не соглашается с этим, он устоял перед таким испытанием, и за то, что он устоял перед этим испытанием, он попадает в такую атмосферу, что его посылают в тюрьму, он попадает в тюрьму, и в тюрьме находится громаднейшее количество лет, да, и при этом он остается опять же человеком, при этом он не теряется, он не собирается в угол, он не плачет целыми днями, а он продолжает жить дальше. Откуда человек черпает эти силы? Откуда человек черпает эти силы даже после снов, которые ему приходят и его не вспоминают два года? Откуда человек черпает эти силы? Откуда? Откуда? И этот вопрос, который мы задаем, есть на это две вещи, которые я хотел рассказать, две истории. Одну историю я слышал у Равина Славцитского сегодня на уроке, да, у него была очень интересная история, он говорит так, что эта история касается Рубашкина, если вы знаете, в Америке есть такой Хасид Рубашкин, дай бог ему долгих лет жизни, которого приговорили чуть ли там, я не помню, к громаднейшему сроку чуть ли не 25 лет тюрьмы за то, что там уход от налогов, что-то такое. В Америке это страшный грех считается, и его приговорили, понятно, что там было не просто так, там был также антисемитизм, и также он занимался мясом, это борьба с конкуренцией по мясу, не знаю что, мы не будем говорить причину, по которой он оказался в этом, но он оказался в тюрьме. И его приговорили человека, который был очень праведный человек, и есть очень праведный человек, его дом всегда был полон гостями, он давал большую дзадаку, он делал очень много, и тем не менее его приговаривают ни за что, 25 годам тюрьмы. Что должно произойти с человеком? Человек в возрасте, он понимает, что он в тюрьме должен, по идее, не дай бог, умереть. Но он не растерялся, ничего с ним не произошло, потому что он настоящий хасид хаббат. Настоящий хасид хаббат понимает то, что происходит с нами, и есть задумка Всевышнего, что не просто так это происходит. И он понимает, что бы ни было, есть задумка, для чего он оказался в тюрьме. То есть, если Всевышний захотел, чтобы он оказался в тюрьме, значит там у него есть особая работа. И он там не разочаровывался, и он там не приходил в это, значит надо двигаться дальше. Значит в тюрьме есть то, ради чего я спустился в тюрьму. А что есть в тюрьме? В тюрьме было много евреев, с которыми он общался, которых он приближал к Тори. Мало ли, что он организовал в тюрьме обрезание для заключенных, которые были уже в возрасте, если хотели бы сделать обрезание. То есть, это никогда вообще в Америке не было. Если бы этот Рубашкин Хасид Ребе не попал в тюрьму, то наверняка многие бы евреи не приблизились к Тори. И поэтому у Всевышнего была такая тяжелая задумка. И Рубашкин понимал, что это только путь для того, чтобы выполнить то, что Всевышний хочет. С Божьей помощью, дай Бог, чтобы этому человеку, Трампу, было здоровье. Потому что благодаря тому, что обратились хасиды, Трамп помиловал Рубашкина. Он вышел, продолжает жить, продолжает веселить нас, радовать нас, делать много полезных вещей и оставаться настоящим хасидом. Это был огромнейший праздник в Америке, когда он вышел. То есть, практически все пришли его поздравлять, и все радовались, все евреи молились за него, все евреи радовались, потому что вышел человек, и который там не сломался и остался хасидом. Есть еще одна история, очень интересная, и здесь мы увидим связь как раз с Юсефом. Есть такой хасид Равнанас. Равнанас, его называли Суббота. Его приговорили к 20 годам заключения в лагере. Ну, на самом деле, не совсем это было так. Насколько я читал, я могу немножко ошибаться. Но история говорит так. Я, когда читал эту книгу, я тогда только начинал понимать иврит, и я читал ее на иврите. И сейчас бы надо перечитать ее, конечно. Но там была очень интересная история. Он рассказывал, что Равнанаса приговорили сначала к 10 годам тюрьмы и посадили его с обычными заключенными. Практически ни за что, как и приговаривали евреев, только за то, что они соблюдали заповеди. Там он при этом остался кашерным евреем, соблюдал шаббат, соблюдал кашрут, как мог. И там рассказывается, что это был северный Казахстан, кстати, близко к нам. И не знаю, в каком городе точно надо будет проверить это было. И вот, когда он первый раз пришел, он сказал, что он не будет работать в шаббат. Их выставили на вышку вместе с еще одним польским хасидом, который тоже отказался работать в шаббат. Раздели до трусов, выставили на вышку. И сказали, или вы замерзаете там, как сосульки, или вы спускайтесь и начинаете работать. Он отказался работать. И что произошло? Какой-то прорыв трубы в другом лагере. Они пошли в другой лагерь. И какой-то военный, который был начальником, он отказался евреем. Он снял их, обтер их спиртом и поставил прежде обратно на эту вышку. И когда вернулись те, говорят, вы снимаете этих жмуриков, которые там замерзли наверху. И они видят, что они остались вдвоем живы. И так одна за другим история, которая была. Но самое интересное, парадоксальное в этой книге было, что в тот момент, когда он отсидел 10 положенных лет и не сломался, они хотели его все равно сломать, им было тяжело его выпустить. И поэтому они сказали выйти из лагеря, принести что-то. Он вышел из этого лагеря для того, чтобы что-то принести. И в тот момент, когда он вышел, его обвинили в побеге. И дали ему еще 10 лет, но уже с уголовниками. Человек, который уже готовится к выйти. Вы представляете себе, что он должен сломаться. Все. То есть он должен понимать, что он не выйдет никогда. Еще 10 лет. Он это делал эти 10 лет, и там были истории за историей. То есть человек другой бы наверняка сломался. И когда он приехал, и уже потом он приехал к Рэбе, очень интересная история. Он приехал к Рэбе, он был хасидом предыдущего Рэба, он приехал к Рэбе, говоря, что он не мог ходить. Он ходил с палкой, потому что, и с костылями даже, потому что он очень сильно пострадал в этом лагере. В 20 годах вот этот страшный мук. И он пришел к Рэбе, и Рэбе ему сказал, «Нанас, зачем тебе эти палки бросил?» Он, хасид Рэбе, бросил палки. И Рэбнанас стоял, ему не понадобились больше костыли. И Рэбе ему сказал, «Я тебе возвращаю все, что ты там отсидел». Не засчитываю, возвращаю. То есть он жил там больше 100 лет, и рассказывают, что видели, как он танцевал на столах. После того, как, в принципе, человек был полностью больной. Это особые чудеса Рэбе. Но однажды его спросили, очень такой вопрос потрясающий. Его спросили, Равнанас, как ты устоял? Особенно, когда в тот момент, когда тебе дали еще 10 лет. То есть любой человек сломается. Любой человек нормально сломается. Он говорит, у меня было обещание от предыдущего Рэбе. Он мне дал в эках и сказал, Равнанас, это тебе на долгие годы. Говорит, я тебе обещаю, что ты будешь в Израиле обучать еврейских детей. Что ты будешь обучать евреев в Торе. Я знал, что обещания Рэбе не могут не сбыться. И поэтому я всегда знал, что я когда-то выйду. И я всегда знал, что я окажусь в Израиле. И я всегда знал, что это произойдет. И это то, что позволило мне устоять. И подобно этой истории, что у него было обещание, мы видим, что когда, что произошло с Юсефом. Юсеф вышел. И когда он вышел, в тот же момент, когда он вышел, ведь Яков послал Юсефа посмотреть за братьями. Яков это Рэбе. И Юсеф воспринимал Юсефа как Рэбе, как отец. Из-за того, что отец послал его выполнять поручение, он понимал, что от этого плохого быть не может. И если по дороге случилось что-то, что выглядит в его глазах плохое, то это не плохое, потому что у них его есть особая задача в этом мире. Особая задача нести что-то в этот мир. И мы видим, что он несет. То есть у него была особая задача. То есть впоследствии он должен был кормить еврейский народ. И еврейский народ должен был спуститься в Египет. И если бы Юсеф не спустился в Египет, то еврейский народ бы заточили туда скандалами. И рабство было намного тяжелее. И поэтому Юсеф, когда идет за своими братьями смотреть, он знает, что он идет по приказу отца. А раз он идет по приказу отца, он находится в Шлихуте. Здесь мы понимаем, он посланник. Посланник Яакова. А посланник Яакова, где бы он ни находился, в каком бы тяжелом месте он ни находился, там он, это его место. Вы помните, когда это знаменитый анекдот, такой есть хасидский анекдот, что хасид Хабада и хасид Бреслова в один день ушли наверх. И наверху, там, как бы между адом и раем, он говорит, я читал, там, ездил к Рэбе Нахману, Бресловский хасид, говорит, на могилу. Я знаю, что он пишется, что он вытащит меня из ада всегда, подымет наверх. И тут спускается рука, подымает его наверх. Ну, хасид Габад говорит, я тоже всегда выполнял то, что Рэбе делает, выполнял все его посланничество, и все делал, я думаю, что Рэбе тоже меня спасет. Тут спускается доллар сверху и говорит, ты будешь моим посланником в аду. Да, то есть, как бы, и тут говорится, что действительно, Юсеф чуть ли не оказался в аду. Но он был посланником. Почему посланником? Потому что каждый раз он проявлял для чего-то, он знал, что у него есть миссия, которая заложена выше. То есть, все, что с ним происходит, происходит по определенной задумке. И мы видим, как Юсеф спускается в Египет, как его продают. И когда он находится в рабстве, он показывает, что такое Яков. Что такое евреи, потому что он не соблазнился женой Патифара, не нарушил всем заповеди Ноха, не вступил с ней в контакт, несмотря на все. Потом он оказывается в тюрьме, и в тюрьме тоже он всем нравится, потому что видит, что все его называют евреи. Везде он показывает, что такое еврейство. И потом он становится, кем он становится, поднимает весь Египет и приводит к братьям. И самое важное, что он понял, зачем Всевышний это все сделал, еще во снах, потому что он должен исправить своих братьев, как мы говорили на предыдущем уроке. И он делает все то же самое с братьями, то, что мы говорили на предыдущем уроке. То, что они как будто бы сделали с ним, ставят их в такую же ситуацию, чтобы они исправятся. И тут мы приходим к личности Иуды, который приходит. Иуды, он пишется, что будет царем Израиля, то есть его потомки будут царем Израиля. Царь Израиля – это глобальная душа, это как Машеях, это глобальная душа, в которой содержится, как объясняет Кабала, что все евреи связаны с друг другом, потому что все евреи, в принципе, одна душа, в принципе, один организм. Наверху это один организм, внизу это есть там 600 тысяч душ, и так далее, и так далее. Кабала объясняет, пока мы спускаемся в наш мир, мы как будто бы разные, но мы с одного источника, мы одно целое, наверху мы одно целое. Иуда, как глава поколения, который должен руководить еврейским народом последствия, который получит это благословение, как мы увидим, он потомок царя Давида, от него идет род царя Давида, то есть род царей. Род царей, он ответственный за весь народ, как Юсеф был ответственный, когда он был функцией Давида, это был Юсеф, это там есть, это Бен Юсеф и все остальное, так и Давид, так и Иуда. Иуда знает, Он знает, что он ответственный за еврейский народ. И несмотря на то, что его брат обвиняется в воровстве, и у него нет обязанности спасать брата, он знает, что каждый еврей ответственный друг за друга. Что значит ответственный друг за друга? Что когда кто-то делает что-то плохое, это относится ко всему еврейскому народу, и весь еврейский народ страдает. Не может быть такое, что у меня все хорошо, я все соблюдаю, и мне по барабану другой еврей. Это то же самое, как один организм. Если у меня болит одна нога, я говорю, подумаешь, это нога, я ее отрежу, не дай бог, потому что она, зато вторая нога здоровая. Здоровая нога не может говорить о больной. То же самое голова, если страдает хотя бы мизинец, хотя бы ноколь, хотя бы лопается палец здесь, уже страдает все тело, потому что мы единый организм. Евреи единый организм, и здесь есть ответственность друг за друга. Евреи ответственны друг за друга, переводится как гаранты друг за друга. На горе Синай нам было сказано, что мы гаранты друг другу. Что такое гарант в Израиле? Вы прекрасно знаете, те, кто живет в Израиле. В Израиле, если ты подписываешься под кем-то гарантом, и он не может платить за свою квартиру, ты будешь платить за его квартиру, потому что ты гарант. Даже когда у него не будет денег, ты будешь платить. Гарант это ответственность друг за друга. Мы единый организм, нам не может быть хорошо, когда другому еврею плохо. И поэтому Юсеф посылается как глава поколения на тот момент, чтобы сделать то, что сделать, подготовить, исправить братьев и спуститься. И он понимает, что у него особая задача. И где эта задача раскрывается, это исправить братьев. Он исправляет ошибку братьев, да, братья исправляются, братья сожалеют об этом. Дальше Юсеф делает еще остальное и остальное. Поэтому мы там, где мы находимся, у нас есть особая задача. У нас есть особая задача. Мы знаем, что мы посланники Ребе. Особенно посланники Ребе, которые напрямую посланы Ребе, да, то есть или посредством другого раввина посланной Ребе и занимаются именно посланничеством. Но в нашем мире, Рэба говорит, все поколение, оно поколение посланников. Там, где мы находимся, есть определенная задача, для чего там мы находимся, для того, чтобы что-то сделать. Не просто так мы туда попадаем. Есть история, знаменитая история, когда еврейские женщины религиозные давали какой-то концерт, еврейский, по-моему, посвященный Ханухе, если я не ошибаюсь, и в конце этого концерта, то есть они должны были в пятницу улететь, но там сломался самолет, и они не смогли улететь. И одна из женщин позвонила в секретариат Рэба и сказала фразу на английском, я не знаю, как это точно сказать, она сказала, что мы здесь застряли, да, застряли в этом, вот мы здесь такой, как бы, теряем время, да, то есть и Рэба спросил это слово на английском, что оно обозначает, они удивились, неужели Рэба не знает, что обозначает слово, и он сказал, несколько раз спросил, потому что он сказал, что значит застряли. Если еврей оказался там, где он оказался, и не взлетел самолет, значит у него есть работа в этом мире, значит у него есть задача, которую он делает, да, то есть и какая задача, он должен найти эту задачу, он должен найти эту задачу, которой он занимается, да, то есть иначе это не может быть, потому что не просто так он оказался в этом месте, не потому что у него нет работы, не потому что у него там болит нога или еще что-то, не потому что он полехал к врачу, не потому что самолет не полетел, потому что здесь есть работа, которая возложена на нем. И когда они это услышали от Рэба, они взяли свечи купили и пошли искать еврейских женщин, расставать им свечи, объяснять, что такое шаббат, кашрут и все остальное, зажигать с ними свечи, устроили стол. И пишут, что благодаря вот этой задержке очень много женщин стало религиозными. То есть эта задержка была специально продумана сверху еще для этого. Им кажется, ой, я опоздал на самолет, ой, самолет не уехал, ой, моя семья осталась без этого. Но в этом есть задумка. И поэтому мы научились, как Хасиды Хаббада, и каждый должен научиться, что если он находится в какой-то месте, есть какой-то еврей, на которого он может повлиять, он обязан это сделать, он должен это все сделать. Допустим, сейчас, когда я нахожусь в Алмате, по определенным причинам, я должен что-то делать. Я не просто так нахожусь в Алмате, потому что моя жена захотела, чтобы дети получили образование более сильное, пока карантин немножко получились в Хедере, немножко получились в садике. Нет, я здесь оказался рядом с ней не потому, что я приехал к ней, а потому что на меня возложена здесь определенная задача. И я ее должен найти, я должен ее делать, и Всевышний должен столкнуть. И это мой подход. И если я попал в это место, здесь хорошо, слава Богу. А если я попал в Нитай Бог в тяжелое место, это, конечно, очень тяжело. Но у еврея никогда нет расстройства, потому что что же плохого с ним не получилось? Да, он знает, что это задумка Всевышнего, поэтому он счастлив. Настоящий Хасид Хаббада, который так должно, и так мы должны учиться, не всегда это получается. Что бы с нами тяжелого ни происходило, мы счастливы, потому что мы находимся в посланничестве, которое Всевышний задумал. Мы здесь выполняем ту роль, ради которой мы родились, ради которой мы спустились в этот мир. И мы должны выполнить эту роль. И если мы ее не выполним, то не дай Бог там, это как говорят, что для Хасида Хаббада важно. Если ты сделал то, что ты сделал, там, я не знаю, там, построил синагогу, там, или там, собрал деньги для чего-то, организовал миньян или еще что-то, это все хорошо. То есть, что значит хорошо? Это нормально, потому что ты для этого послан. Но если ты это не сделал, так это ненормально, ты не выполнил свое посланничество. А так как все наше поколение является посланниками, мы должны сделать. Поэтому, дорогие друзья, каждый вокруг себя может посмотреть и увидеть еврея, которые пока еще что-то не соблюдают, и понять две вещи. Первое, что мы ответственны друг за друга. Мы должны сделать все, чтобы его приблизить. Как приблизить сначала? Чтобы приблизить еврея, надо понять, чтобы он понял, что ты его любишь. Что ты его любишь, надо сделать ему что-то хорошее. В тот момент, когда ты ему сделаешь хорошее, он поймет, что ты его любишь, ты должен понять, что ты оказался рядом с этим евреем, чтобы повлиять на него сколько можешь. Это знаменитая история, которую я рассказывал уже ни в одной недельной главе, по-моему. Это когда было два хасида, один хасид, один нерелигиозный пока еврей, который занимался марками. Они занимались марками, у каждого была своя коллекция, и один хотел продать эту коллекцию другому. Должен был быть договор, но договор не получился. И после больших количествов времени, продолжительного времени, они не смогли подписать договор. И как бы должны были расстаться, но хасид Хаббат говорит, не может быть, я столько времени потратил на эту сделку. Значит, Всевышний хотел, чтобы я что-то сделал. Значит, этот второй еврей, который еще не соблюдает, значит, нужно повлиять на него. Он набирает телефон этому еврею, говорит, давай встретимся. Он говорит, я возьму своих адвокатов. Не надо адвокатов, это не связано с нашей работой, я хочу с тобой встретиться. Они сели в кошерном ресторане. Он ему говорит, ты знаешь, не может быть просто так, чтобы мы встретились. Значит, Всевышний хочет, чтобы я на тебя повлиял. Если Всевышний хочет, чтобы я на тебя что-то повлиял, что-то сделал, наверняка не просто так. Давай ты начнешь соблюдать кашрут. Пожалуйста, начни соблюдать кашрут. Он говорит, ну слушай, какой кашрут, у меня жена готовит, у меня это вот, она не поймет все. Он говорит, это не сложно, все. Ну так они порастались, но хасид Хаббат не отстает. Он же знает, что Рэббе его для чего-то послал, для чего-то он встретился с этим человеком. Не при нас будет сказано, как говорят в Одессе, умерла его жена. И в какой-то момент они все-таки встретились. Он говорит, ну сейчас, может, ты начнешь соблюдать кашрут, засуку своей жены хотя бы. Тебе какая разница? Если ты хочешь, я буду привозить тебе еду каждый день, для того, чтобы ты кушал порции готовые с ресторана. Тот говорит, ну, если ты хочешь, привози. Он сказал, согласился от хасида Хаббат не так легко отстать. Он пристанет, зайдет, знаете, как этот, крикатура еврей с тферином, как суа-со, да, как комбой заходит, то есть Хаббатник, то есть, никто, кто еще не одевал тферин, да. То же самое здесь. Ты кто такой? Ты должен выполнить, он к нему пристал, сказал, я буду приводить. Ты будешь кушать? Да, я буду кушать. Хорошо. Этот хасид Хаббат жил в другом районе, каждый день он покупал, каждый день он тратил то ли 40 минут на дорогу туда, 40 минут на дорогу обратно, может и больше, для того, чтобы принести ему кошерную еду. А тот все ли не думал, когда-то это ему надоест, достанет момент, когда-то это ему надоест. И проходил один шаббат, одна неделя, вторая неделя, третья неделя. И так продолжалось, больше года так продолжалось, что он приносил ему каждый раз еду. Ну и как-то в какой-то прекрасный момент, он ему говорит, слушай, может ты не будешь привозить эту еду, потому что мы ее все равно не кушаем. Хасид Боговат говорит, как не кушаем, а что ты делаешь с ней? Он говорит, я отдаю ее собаке, у меня все равно там готовят вкусные, если ты вот мне неудобно было тебе отказать, ты хотел выполнить. Ну тот хасид уже ничего не смог сделать, даже управлять собой, он разочаровался, уехал. То есть как это такое произошло, он столько делать для этого человека, то есть что он ему может сказать, наверное он сдержался, но он уехал и все. И вот как-то раз этот хасид, эта семья, они жили в Нью-Йорке, их попросили встретить молодых студентов, евреев, которые хотят посмотреть, что такое шаббат. Вот они говорят с радостью, и вот приехал студент, они видят, что студент просто сидит и ничего не делает, они интересуются, другие студенты интересуются. Он его спрашивает, хозяин дома спрашивает, это почему ты не интересуешься, что он говорит, нет, я не религиозный человек, я просто хотел посмотреть, что такое религиозные люди. Он говорит, почему? Потому что много лет моему отцу один хасид Хабада возил постоянно еду. То есть и отец думал, когда это ему надоест, а этот человек настолько любил моего отца, настолько относился с уважением к каждому еврею, что для него было важно, чтобы еврей ел кашрут. Я хотел посмотреть на таких людей, то есть это один или такие люди. Он говорит, как твоего отца с фамилией? Такая это? Он говорит, да, так это я тот хасид, который возил еду. Он говорит, да, и все, они разговаривали, стал он частным и гостем, потом человек стал религиозный, и сам уже других евреев убеждал кушать кошерную еду. И мы видим с этой историей, что не просто так этот человек оказался в сделке с марками, но не получилась сделка, значит есть какая-то задача, даже если получилась задача. Иногда мы думаем, что мы меняем работу, потому что мы меняем работу для какой-то цели, потому что так мы потеряли деньги, мы потеряли доход, мы потеряли еще что-то, мы потеряли еще что-то. У нас есть определенная цель в этом мире, которая Всевышний нас хочет. И если мы переехали в другой город, если мы потеряли работу или поменяли работу, или не дай бог даже побарить, чтобы никто это не видел в тюрьму, значит и в тюрьме у нас есть задача, чтобы увидели, что такое хасид, чтобы увидели, что такое еврей. Да, чтобы увидели, что такое еврей, дай бог нам туда не попадать. И поэтому, дорогие друзья, мы должны понимать Это даже психологически Очень сильно писал Виктор Франкель Он писал очень глубоко Что те люди, у которых была цель Что не знали, что они для какой-то цели находятся Они смогли выстоять И мы тоже должны понимать Что если у нас есть цель в жизни И мы знаем для чего Для этого мы всегда устоим Поэтому, дорогие друзья, всем желаю хорошей недели